Привет, мои хорошие! С вами Силина Свей. Начинаем новый блог. И что мы сегодня? Мы с моим малышней сегодня приехали в йога-центр. Тут лекция. Лекция наших учителей буддийских. Ну, в общем, один учитель с Москвы приехал, я её знаю. И вот решила зайти поздороваться, потому что я уже давно не заходила в Ростове к ним. Не знаю, сниму я там что-то или нет, но факт остаётся фактом. Мы с сыном туда идём. Поздороваюсь с друзьями. То есть тоже, как просто классная историческая сказка. Вот, не дадут человек, да, и что дальше, какое имеет ко мне отношение. И только когда мы, действительно, встречаемся с настоящим реализованным учителем, мы можем понять, что в действительности это у нас означает путь для его учения. Ой, всё. Что за это время? Пока меня с вами не было, я купила книжечку себе. В общем, лекция прошла, потом я поехала в наш буддийский ростовский центр и приобрела там книжечку, которую я ещё и не читала. Лопенце Чуримпочи. Называется «Безмятежное сияние истины. Взгляд буддийского учителя на перерождение». Вот. Это очень, это очень интересно. Ну, вообще, я люблю. Я взяла маленькую, потому что сейчас с маленьким малышом времени нет читать книги, да, большие. Я всё собираюсь, собираюсь, а эту точно начну хотя бы, да. Вот. Так. Это мы будем читать. У нас сейчас на улице дождь, повидала всех знакомых. Давно меня, конечно, не было в центре. Ну, ничего. Ну, ничего. Может, ещё буду. Всё, мы едем домой, потому что под дождём вообще не айс гулять. Поедем домой, будем дома развлекаться. Всем привет. День следующего дня. Я, наверное, за один блог, который выкладываю на YouTube, поздороваюсь несколько раз. Надеюсь, вас это не напрягает. Привет-привет постоянно. Мы с малышом вышли погулять. Сейчас в нашем скверике сидим здесь. И что-то мне захотелось так выйти. Знаете, бывают такие дни иногда, что хочется выйти и где-то поесть. Вот не дома даже, знаете, там заказать что-то, а вот прям почувствовать антураж, атмосферу, как я люблю это, да. В общем, выйти и съесть что-то вкусное, ну, что ты, может быть, сможешь приготовить, но точно тебе не кайф это готовить, заморачиваться. Что-нибудь эдакое. И в том же числе и десерты. Я вчера была вот в йога-центре, и там девушка ела какой-то вкусный десерт. Я хотела ещё остаться и съесть, но ребята все расходились, шли уже в буддийский центр, и я думаю, пойду с ними, чтобы уже посмотреть, где находится новый центр. И в итоге этот десерт остался в моей голове, я так хочу, может быть, я сегодня зайду в Мадам Безе, есть такая сеть, и, может быть, зайду и что-нибудь там возьму, чтобы дома было. А может быть, я присяду где-нибудь, я хочу присесть в одно итальянское кафе, у нас тут открыли ресторан такой, и там очень вкусная паста была, чёрные макароны, мы с Кристинкой ели как-то. И я хочу это повторить. Вот. Что ещё? Сегодня я ни разу ещё не ела, сейчас у нас 3 часа дня. 3 часа дня я ещё ничего не ела, я выпила реально кофе Леовид, и у меня чуть-чуть вот сейчас пропал аппетит. Но знаете, что я хотела сказать? Вот правда, если бы я ничем не занималась бы, я бы реально ела бы, что-нибудь хотела есть. И вот мне интересно даже, скажите, вот кто из девчат смотрит меня, девчат, ребят, может быть, смотрит меня, кто вот так вот одержимы и больны своим хобби, своей работой, что просто вы не замечаете, что вы не ели там 6-5 часов, вы просыпаетесь влюблённый в свою работу, думаете о ней целыми днями, или хобби, или работа, неважно. Для меня уже Ютуб — это в первую очередь моё хобби, но уже и работа, которая приносит деньги. Ну, если учитывать, что работа-это доход. А вообще я не люблю это слово «работа», потому что я не люблю работать, трудиться, знаете. И для меня работа — это скорее ассоциации ни с чем-то приятным. Поэтому мне не хочется Ютуб называть работой. Хотя доход полноценный, как от среднестатической работы в Ростове. Так что я не бездельница. Вот. И напишите, кто так же любит свою работу. Я уверена, что таких людей, конечно, немного, но вы меня поймёте, почему я не ем вовремя. Вот. Ну что, пойдёмте. Пойдёмте что-нибудь едим. Мы пришли в ресторан «Антонио». Мне здесь очень нравится тем, что, знаете что? Сюда можно заехать с коляской. Здесь очень тихо, здесь очень спокойно, красиво, здесь вкусно. Я заказала, уже заказала... Спокойно. Заказала уже свои любимые макарошки. Хотела показать, в чём я одета. Фикс-прайс. Вот лосинки фикс-прайс. Видите, как они делают классно попу? И кофточка фикс-прайс. Ну, а это с китайского сайта, я вам говорила. Ну, и тапки мои светящиеся. Только я их не включаю. Такая вот я на стиле. Детка, ты на стиле. Вот принесли мне мой заказик. Я заказала вот такие чёрные макароны. Я же вам показывала их. Они такие вкусные просто, нереально. Здесь пармезанчик, креветка, осьминожки. И вот соус этот. Я обожаю соус. Сейчас буду есть. А пить я долго думала, что бы заказать пить. Ну, я заказала морковный сок. Так как лето, нужно витаминчики, ну и сливки, чтобы усваивалось. Хотя там что-то говорят с какого-то возраста, что-то не усваивается там уже. В общем, я по стандарту. Слюнки текут. Я пошла есть. Сына спит. Никого нет. Я одна в рейстике вообще. И я очень люблю садиться напротив окошка. Хотя здесь не очень хороший вид сейчас. Здесь строятся. И вот, блин, так классно было бы на улице посидеть. Но здесь рядом дорога. Вот минусочек один такой, да? Ну, именно для улицы. А внутри идеально. Это всё во мне. Я оставила только ракушки от мидии и мята или мелиса. Это очень было вкусно. Я пока ела, вспомнила. Здесь было пару осьминожков. Ну, здесь такие маленькие осьминожки. Ничего особенного. А я вспомнила, как я ела на Мальте одни из вкуснейших осьминогов. И ещё в Москве есть ресторан, называется Мечта. Он находится на Садовом кольце. Не помню, где. Вот район Павелецкой, по-моему, или где-то вот там. Ну, Мечта его видно, когда проезжаешь. Он светится сиреневыми цветами, по-моему, там. Ну, или сиреневым написано. Мечта. Очень крутой ресторан. Там очень-очень вкусно, на самом деле. И там есть салат с тёплым осьминогом. Вот что-то такое. И вот там осьминог. Вот, по-моему, да. Вот если я не путаю что-то. Ну, в общем, я там ела осьминога. Я просто не помню, это было в салате. Насколько я помню, это было в салате. А может быть, не в салате. Ещё там ела арбузный фреш. Впервые я там попробовала его давно. Никогда не думала, что арбузный фреш может быть таким вкусным. В общем, сейчас... Вы слышите музыку? У меня просто какая-то это... Релакс. Сижу сейчас и, само собой, хочется десертика какого-нибудь. Ну, чуть-чуть попозже. И вспомнила про Мадам Безе. Я туда не зашла, прошла мимо, потому что там очень высокие ступеньки. И просто с коляской не пройти. А ребёнка внизу я оставлять не планирую. Вот. Не собираюсь вообще. Что это такое? Вот. Сейчас посмотрю, что здесь готовят. Но я вообще люблю, когда что-нибудь домашнее, необычные десерты домашние. А ещё почему я сегодня одна? Потому что Кристина у родственников ещё в деревне. Ещё не приехала. Ей звонила сегодня Алена. Сегодня выходной у неё. И она целый день занимается собой. Готовит. Масочки всякие там делает. Для волос. Ну, я не стала её отвлекать от таких важнейших дел. Единственный выходной. Решила сама пройтись. Ну, я хотела выехать куда-нибудь в город. Мне прям очень хотелось какого-то десерта необычного. Еды какой-то необычной. Я была голодная, жуткая. Вот. Ну, в общем, решили тоже по райончику пройти. И достаточно спокойно. О, сына спит с открытыми глазами. С приоткрытыми. Я же думала, проснулся. Ну что, вот мы и вышли из Антонио. Тут, кстати, аптека рядом есть. Надо взять молочко Бюбхен малышу для массажа. А то мы маслом Джонсонс Бэйби мазали. Что-то мне не нравится масло. Не нравится. Так что Бюбхен ищем молочку. Ой, обожралась я. Сына проснулся, кстати. Нашла еще один способ, как вдохновить себя на занятия. Вот иду я сейчас и понимаю, что я хочу прийти домой и скорее сделать присед. Подкачать ягодицы. Почему это происходит? Потому что пока я покрутилась перед зеркалом в этих лосинах, я увидела, что... Ну, клево смотрится, да. Но я понимаю, что ситуация не такая хорошая, как она выглядит в этих лосинах. И надо скорее быть подстать. Это же очень круто и красиво. Если ты оденешь другую какую-то одежду, другие какие-то брюки, и вид будет вот такой же. И, соответственно, пока я в этих брюках, все прекрасно. Но нужно заниматься, чтобы без этих брюк тоже было все прекрасно. В общем, способ. Одевайте одежду, которая еще больше подчеркивает ваши моменты. Но вы-то понимаете, как там, да. И вот глядя на себя, к чему вы придете. Кстати, вот к этому итогу с одеждой, которая почти... Знаешь, есть пуш-шапы, они как раз приподнимают попу. Ты смотришь такая на себя в зеркало и думаешь, вот это вот я красотка буду, если попу подкачаю. Вот. Так что вот так вот вдохновляйся. Кстати, у меня в Инстаграме уже идет марафон. И под хэштегом мотивашка Селена Свой можно увидеть. Я там все фотографии, которые мотивационные, все выложила. И призываю девчонок тоже, которые занимаются, чтобы тоже они выкладывали. Отмечали хэштегом мотивашка Селена Свой. И чтобы мы, знаете, в любой момент могли зайти, вдохновиться. Так, девчонки занимаются, а я чем хуже. Во всяком случае, мне это очень помогает. И я знаю, что сегодня мне нужно выставить пост. Вчера выставила, позавчера. Так что я приду сейчас вот. Я хожу, тем же самым тоже качается все. Сейчас приду и сделаю пресс и упражнения. И выставлю пост. Вот мы дома. Прошли. Помыла колеса, блин, от коляски. Потому что наехали на тютину. Вот знаете, и прям обратно ехали. Уже было дерево срезано с тютиной, которое... Молодцы, заботятся. Потому что, блин, мимо этого дерева пройдешь, и все. И ты весь будешь нарядный. Мы, короче, объезжаем по дороге все время. Это очень неудобно. Я сейчас шла, все, его срезали полностью, прибрали. Там уже можно было проехаться. Спасибо им большое. Все, мы валяемся, играемся. Теперь буду ждать, когда он уснет уже на ночь. И буду заниматься дальше видео. Делами. Так целый день и весь вечер. И утро, день и вечер для сынули. Только если видосик один сниму. И все, это максимум 20 минут. Максимум. Да? А так мама с тобой, Серия. Это, расписание я так уже выделила. Я смотрю, что у меня стабильно идет. Так я каждый день снимаю видео какое-нибудь. Ну, может быть, через день. Че ты стучишь по камере? Вот. А вечерком, когда он ложится спать, я быстро монтирую все. И иногда у меня даже хватает времени на то, чтобы посмотреть свой любимый сериал. Первый сезон закончила смотреть. Ура! Вот. А сейчас ТНТ. У нас универ. Я люблю ТНТ. Я поела сына, поел. Все. Че делать? Отдыхать. Время без 15.9 вечера. Сынуля только что уснул. Что мы все это время делали. Мы готовили. Играли с малышом. Общались по телефону с Леной. Мы по WhatsApp'у можем часами трещать. Сегодня столько тем обсудили. Просто интересно. Девочки. Они такие девочки. Вот. Ну, на сегодня буду прощаться. Не знаю, сколько там уже влога заканчивать. Вы или не заканчивать. Не знаю. Посмотрим. Но на сегодня точно прощаюсь. Привет. День следующего дня. Мы идем на массаж. Потом погуляем по райончику. А завтра мы к маме едем. Поэтому сегодня у нас такой лайт. Завтра у меня целый день. Весь в делах. Я так решила сегодня приодеться. Чего-то вдохновилась. Ну, тоже я не накрашенная практически. Только вот чуть-чуть под глазками сделала. Хвостик заплела. Такие вот у меня очки. Свои любимые сережки одела. Чокер. Хотя я уже его не особо люблю носить. Вот браслетик, который мне одна из подписчиц отправляла. Ну, и вот так вот. Мои любимые тапки. Пинь-пинь-пинь-пинь. Вот. Все. Ледняя топоп. И, в общем, я такая вся. Кайфы. Все. Едем. Все. Пришли. Тут очков. Вот не люблю, когда очков остаются. И неважно, какие очки вообще. С душками, без душек. Всегда остаются эти штуки. Ну, типа, что, естественно. Нормально. Но меня бесит. Сейчас шла, пока так, короче, вырядилась. И ощущение такое, знаете, ну, какое-то другое. Короче, ты идешь, все такая необычная. Какое-то внутри есть ощущение. И я, знаете, о чем подумала, что, наверное, очень важно для девушек, которые не совсем уверены в себе, когда они встречаются с мужчинами, идут на первое свидание, очень важно одеться так, чтобы ты чувствовала себя королевой. Потому что ты будешь чувствовать себя королевой, и он будет это тоже чувствовать и предаст. Мне же, если ты будешь что-то неуверенно чувствовать себя, там, голова, может, грязная, там, или неудобное что-то, да. Должно быть все красивое. И вот так. Я вот еще иду, сейчас вообще какая-то прям вообще, такая прям вообще, не знаю даже, как описать это. Ну, точно не когда я одеваю, там, тренинги такая, завязала гульку, пошла. В общем, интересно мне, как сегодня будет малой реагировать. Третий день у нас массажа, и купила я вместо масла молочку Бюбхен. Я думаю, оно будет получше, и следов не будет оставлять вот этих масляных, и по качеству получше. Я вообще слышала, вот у меня подружка живет в Нью-Йорке, как я, может быть, заговорила, одноклассница моя, бывшая, ну, так как мы уже не учимся, поэтому бывшая, она сказала, что сейчас идут какие-то судебные тяжбы по поводу того, что Джонсон с Бэйби вызывает рак. Так что подумайте, почитайте, ну, так, на заметку. Я такую информацию узнала. Ладно, выйдем, расскажу, как, что прошло. Ну что, сегодня третий день был прекрасен. Сыночка совсем не плакал. Пару раз тянулся ко мне, но мама его отвлекла. Там они дают такой паровозик классный, он всем деткам нравится. И он так отвлекался вообще, и, в общем, прекрасно. И улыбался, и смотрел. В общем, привык уже. И вот как доктор сказала, на третий день не будет плакать. Вообще замечательно. Она все ему сделала, все упражнения. И вообще, молодец. В общем, я думаю, оставшиеся дни массажа мы уже проведем спокойно. Вот сейчас, кстати, стало намного удобнее гулять с ним, потому что я уже не беру с собой термос. Я говорила, может, об этом нет, но еще раз порадуюсь. Термос, воду, отдельно смесь эту. Я теперь беру с собой вот, сейчас покажу, ну, соответственно, обычную, да, водичку чуть-чуть. Если вот вы заметили, что у меня все время камера вот так вот, да, спускается как-то естественным путем. Я как бы просто отвлекаюсь. Вот такую кашку беру с собой. Самое интересное, что я ни разу ему еще ее не давала. Мама покупилась, такие, они, знаете, лежат, как на всякий случай. Я всегда беру ее на всякий случай. Ну, у нее срок годности год, а она, ну, свежая, она сделана только 5-го, 0-4-го, 17-го года, да, а у нее год срок годности. И вот я ее беру каждый раз с собой, кашка молочная, гречневая с яблоками перед сном. В общем, мне кажется, ну, если совсем кушать захочет, то сделаю. А так, когда мы гуляем, может, еще ненадолго уходили, может, когда в ТЦ пойдем гулять надолго, посмотрим тогда эту кашку дам. А вообще, то есть, я вот ему даю овощи, цыпленок с овощами, запила водичкой, он больше ничего и не хочет, даже если бы я ему смесь предложила, он ее даже дома не ест сверху, как-то ему хватает, вот, если в баночках. И потом сладкую пюрешку тоже ничего сверху не ест потом. Если сильно захочет есть, то дам ему вот такую вот кашку. Она всегда с нами. И все, так стало намного легче. Я купила себе малинки, я купила кофе вкуснолюбовик, какой-то ванильный, но... Не могу понять. Знаете, похоже на растворимый кофе обычный. Мне не очень нравится вкус, честно говоря. 54 рубля выкинула. Так что я поем малинку и зайду в пекарню, о которой я говорила вам, открытие, и вот там возьму латте, вот там мне больше понравилось кофе. Или, может, я найду что-то по дороге еще, потому что если здесь где-то готовят классный кофе, я буду их преданным покупателям. Хорошие, вкусные приготовления, напитки и еда – это редкость в наше время. Гуляем, а в голове песня. А мне хочется быть с тобой, но это немыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это немыслимо. Чтоб в сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. Классная песня. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Чтоб в сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. Ой, придумываешь же Сошла в пекарню взять кофе И пирожки с картошкой и с капустой Не обращайте на меня внимания Я вот люблю брать с картошкой или с капустой Потому что, чтобы дома приготовить все Нужно постараться, да? Вот, например, сосиску в тесте Я сосиску могу дома сварить сама, с хлебом А вот с капустой целое дело Поэтому я покупаю Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням Приготовила сейчас офигенский просто соус Или как рагу, можно сказать, овощное И его пробовала я у мамы как раз-таки Девочки мои, время пол одиннадцатого Сын и лег спать Сегодня чуть попозже В общем, думаю заканчивать этот влог Потому что уже много наснимала, несколько дней А у нас завтра будет К маме малыша отдаю Делать свои дела, вас с собой возьму А потом еще в другой день На следующий мы собираемся в бассейн С мамой и сынуля В первый раз наш выход в бассейн Так что Присоединяйтесь к следующему влогу Там будет более все интересно и насыщенно А сегодня я с вами прощаюсь Я вас люблю и целую И увидимся в следующем видео Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова